Мы продолжаем серию проповедей, формируя культуру семьи. Я не знаю, кто из вас не знает, я не доктор. У меня нет всего знания медицины. Но есть вот такое, когда человек отравляется свинцом. Очень разрушительно всему твоему телу. Это атакует и расслабляет твои кости, твои мышцы, твою нервную систему. Мозги имеют естественный фильтр, чтобы защитить от всякого яда, который пробует проникнуть внутрь. Но свинец без всяких проблем пробирается в мозг. Умедляет тебя. Может привести к ментальным заболеваниям. И так же к смерти. Но вот что интересно. До 70-го года. Практически каждая труба в каждом здании Соединенных Штатов. Которая пропускала воду, питьевую воду. Была сделана из свинца. Краска. Одна из главных составляющих это свинец. Люди жили и употребляли это. И не знали, не имели даже идеи, что они медленно травили своих детей. Они сделали изучение, где они взяли детей и проверяли их кровь. И они были шокированы, что все дети имеют какой-то определенный уровень свинца в их крови. Я верю, что как церковь, как поколение. Каждое поколение имеет вещи, которые производят влияние. Вещи, которые происходят в мире, то, что происходит именно в то время. Что напрямую влияют и изменяют даже тогда, когда люди не знают. Вот и является ключ. Они не знают. Даже мобильные телефоны. Мы используем мобильные телефоны целый день. Но у нас даже нет и представления, даже идеи, сколько радиации он производит или будет последствия рака. Но мы продолжаем употреблять. Когда мы говорим о поколении, которое растет сегодня. Я хочу, чтобы мы взглянули. И увидели, какие вещи сегодня влияют на наших детей. И большинство людей даже не осознают, что именно это влияет. Я не хочу сейчас вас научить, как растить вашего подростка. У меня нет подростка. Но я хочу информировать вас с тем, чем они встречаются. И то, что уникально, специфически для них. Давайте поговорим о первом. Их доступ к информации. Разрушающей, негативной, отравляющей информации. Всей информации. Негативная и разрушительная информация. Она находится с момента грехопадения. Но доступ, который имеют наши дети. Ни у кого не было такого доступа. В одну секунду. Они могут посмотреть, найти в поиске, что бы они захотели. Любое любопытство, которое приходит в их разум. Любой серьезный вопрос, о котором они помышляют в жизни. У них есть доступ. И оно так же и в другую сторону. Перед интернетом. Большинство людей, которые являлись источниками информации. Были источниками из-за репутации. Они были достаточно хорошими, проверенными людьми. Сегодня ненормальный любой может пост поставить и иметь влияние. И иметь влияние на поколение. Я хочу вам привести несколько примеров. Какая информация сегодня находится от одного нажатия кнопки. Google is the source of any information in today's day and age. Поисковая система Google является источником всякой информации в наше время. Если ты заводишь поиск. Нормально ли иметь интимное отношение до брака? Этот вопрос обычно задается ребенком, который растет в христианских семьях. Нормально ли иметь интимное отношение перед браком? И первый выбор, который подмечает Google. И с Huffington Post ссылка сразу говорит пять причин, почему каждая пара должна это сделать. Это первый результат. И где-то на этой странице будет в поиске христианская альтернатива. Но у них есть доступ к обеим. Если ты напечатаешь, является ли христианство истиной? Вы найдете веб-страницы, которые защищают Библию. И в то же самое время вы найдете веб-страницы, которые докажут, что Бог — это все выдумка. И они находятся прямо один возле другого. Если ты напечатаешь, нормально ли сделать аборт? И первая опция, она связана с компанией Planned Parenthood, которая является лидирующей компанией по абортам в Америке. Если ребенок напечатает себе причинить боль, они найдут ссылки к организациям, которые помогут им. Не делай этого. Позвони нам, мы тебе поможем. И прямо же рядышком ссылки на веб-страницы показывают лучшим образом, как причинить себе боль. И спрятать это, чтобы родители не увидели. Вся эта информация от одного нажатия кнопки. Тебе не нужно искать что-то плохое. Это всегда как выбор, как опция. И все это формирует мышление наших детей. Это формирует, как они верят, и о вере влияет на них. И очень печальная вещь, и очень печальная вещь, is that Google is usually winning. Обычно Google выигрывает. Влияя на детей. It used to be that psychologists said, раньше было то, что говорят психологи, нет разницы, что ты думаешь о своем подростке, как они не слушают тебя, у тебя самое лучшее влияние в сравнении с кем-либо. Последние психологические находки говорят, что мы слишком преувеличиваем влияние родителей. Потому что появился Google. Как нам сражаться с этим? Первое — это иметь осознание то, что влияет на наших детей. Откуда их вопросы появляются, откуда они приходят. И хочу подметить два момента, как с этим справляться. Первое — ты должен создать открытую атмосферу в твоей семье. Где коммуникация, общение является целью. Насколько печально бы это ни звучало, ты должен конкурировать с поисковой системой Google. Почему дети обращаются к Google? Потому что это безопасно. Оно тебя не унижает. Мы должны создать открытую атмосферу, чтобы держать коммуникацию. Я недавно сам с этим столкнулся. Мой шестилетний сын, он пришел ко мне и задал мне несколько вопросов. Он дал мне несколько матершиных слов. Я говорю, что это означает? Он мне даже дал очень сильно объясняющие интимные выражения. Что это означает? Шесть лет. Я был в шоке. Сам тот факт, что я услышал это, что вышло из его уст. Все во мне поднялось. Но я благодарен Богу, что я остановился. Потому что, что я сделаю, оно посеет семя в моем сыне, куда идти за информацией. Если я закрою его, если я просто накажу его прямо на месте, он просто выяснит для себя, больше с такими вопросами не обращаться к отцу. И он обратится куда-то. Мы должны поставить коммуникацию, общение и открытость с нашими детьми, как первую цель. Инвестируйте в открытость. Второе, чтобы воевать с этим всем негативным влиянием на наших детей. Мы должны дать им знать, что мысли могут быть оружием. Информация не просто информация в фактах. Информация создает мысли, которые могут разрушить тебя. Дьявол желает употребить мысли. Очень важно принести им это осознание, чтобы они не просто принимали и принимали все, что им дается. Но они научатся судить обо всем, что представляется перед ними. Номер два. В этом поинте специфически. Мы должны научить наших детей то, что Бог дал нам силу и власть над нашими мыслями. И первое, это иметь осознание. Второе, Коринфянам 10, говорит нам. Первое, это доступ к информации. Второе, что уникально к детям, которые растут сегодня. Я еще хотел бы сделать оговорку. Это не только то, что влияет на детей. Это общество в общем. Но намного больше влияния происходит на детей. Второе, это их доступ к визу и терроризмам. А также это их доступ или вскрытые они к насилию и терроризму. Кто-то из вас посмотрит и скажет, о чем ты говоришь? Мы живем в Калифорнии. Вы вообще видели, как Сирия выглядит? В каком насилии должны расти дети во всем кровопролитии? Мы живем в Калифорнии. Я хочу прочитать статью. Это Соединенных Штатов Национальная Библиотека Медицины. И у них есть также статья, которая говорит о влиянии терроризма на наших детей. И как оно влияет на наших детей. ФБР, ФБР говорит то, что терроризм Использование насилия над людьми Для того, чтобы вызвать состояние террора. Определить кого-то или произвести в каком-то террор. Чтобы они начали бояться всего. И когда они это делают, психологически это ранит человека. Почему много беженцев в Сирии имеют проблемы, которые приходят на Запад? Как наши дети имеют доступ к этому? Незапрещенная медиа. Это в этом артике. Дети сегодня, виртуально, незаблокированный доступ К новостям всего того, что происходит в мире. Терроризм был с самого начала. Но все, именно образом, каким это все записывается. В час утра ваш ребенок может открыть телефон. И посмотреть на самое страшное, в высоком качестве То, что может делать человечество. Подумайте о группе ИГИЛ. Одно, что выделяется над ними Перед другими террористическими организациями. Они инвестировали наибольшим финансовым, чем любая другая террористическая группа В их медиа. Чтобы все записать. Добавить музыку. И распространить, чтобы все увидели. У них не было просто цель разрушать Сирию и Ирак. Но повлиять на детей во всем мире. Что это производит? Дети чувствуют, что это происходит, насколько близко, То, что они в опасности прямо сейчас. И они чувствуют себя безосчетными, безнадежными. И оно производит эффект на их психологию, Каким образом они себя поводят. Они сделали изучение, сравнивая молодежь в Мексике и в Соединенных Штатах. И они обнаружили, что насилие, которое видят дети в Мексике, Это один из главных факторов, почему отличается поведение, чем в Штатах. Это означает, что ребенок проявляет неповедение. Может быть произвело эффект, то, что он увидел, какой-то образ два года назад. И есть практические моменты. Дети, которые имеют проблему с вниманием. Дети, которые имеют проблемы, которые позитивно реагируют на насилие. И также ментальное заболевание Больше в жизни, спустя, может стать большой проблемой. И последнее, это физически. Физически они переживают стресс. Поднимается давление. И гормоны, которые создают давление, стресс, Они даже не способны с ними справляться. Какое окончательное влияние? Это страх и тревога. Тревога, которая правит детьми. И парализовывает. Одна из очень частых причин, почему родители приходят к нам в церкви. Потому что их дети не знают, как справляться с тревогой. И они не знают, что я делаю. Принимать медицину, что делать? Они боятся всего. Не просто плохие вещи, а даже социальные общения. Страх проникает в сердце и начинает контролировать их ежедневную практическую жизнь. Что мы можем с этим сделать? Первое. Страх был всегда. Таким образом, мы справляемся с страхом. Не изменился этот образ. Мы должны проговаривать Слово Божье в жизни наших детей. Не просто идеи, во что мы верим. Но Писание истины. Подумайте, что мы делали сегодня, прямо перед проповедью. Мы пели о Божьей власти безгранично. Его силе. И когда мы повторяем эти слова, и мы это провозглашаем. Оно назидает нашу веру. Мы принадлежим Тебе, Царь Царей. Мы должны читать эти месцеписания в жизнь наших детей. Они имеют сверхъестественную силу. Несколько примеров. Второзаконие 31.6. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь их. Ибо Господь Бог Твой Сам пойдет с Тобою. И не отступит от Тебя. И не оставит Тебя. Исайя 41.10. Не бойся, ибо Я с Тобою. Не смущайся, ибо Я Бог Твой. Я укреплю Тебя. И потому и помогу Тебе. И поддержу Тебя десницей правды моей. Проговаривайте эту истину в их жизнь. Чтобы их вера возрастала в Боге. Поразмышляйте об апостоле Павле. Он пришел в то время. Ему нужно было проповедовать людям. Насколько были погружены в насилие. Почитайте историю. Каждый генерал, который жаждал власти. Любой город, который был влиятельным. Создавали войну за войной, год за годом. Это была нормальная часть их существования. Они были настолько десенситированы. Они настолько к этому привыкли. Даже их развлечение, это было насилие. Что делал апостол Павел? Я представляю даже Иисус, когда заходил в такую атмосферу. Мир насколько окровавлен и разрушен. Он просто говорил истину Божью. Он открыл дверь к Богу через Дух Святой. И он сделал еще одно. Он принес другую перспективу, другой взгляд на жизнь. Одни из первых христиан, наибольшие группы, которые стали христианами, были солдатами. Потому что было что-то, что поймало их внимание. Они очень были всегда близки к смерти. И Иисус, апостол Павел, они учили вечную жизнь. Это было что-то отличающее. Не просто существовать после смерти. Но обетование рая с Богом в вечности. Это духовные моменты. Это оба и психологическое, и духовное в то же самое время. Проговаривать Слово Божие в их жизнь. И давать им другую перспективу. Третье, с чем они встречаются. Перенагруженная негативность. Негативность это то, что каждый из нас с этим встречался в жизни. Но негативность сегодня, она насколько высока. Она находится везде. Даже в течение 5-6 лет, даже в Соединенных Штатах, в политике Америки, как мы ведем политику изменилось. Это не просто о том, что мы можем сделать. Кандидаты обещают, что они сделают. Вместо того, они просто говорят о негативном других кандидатах. Самые популярные телевизионные шоу. Те, которые следуют жизни людей. В настоящее. И развлечение в этом. То, что самое большее человеку в наслаждении, это когда другой человек унижается. Эта доступность к негативности производит влияние, эффект на каждом человеке. Психологическое исследование показывает то, что на нас очень сильно влияет, как мы помышляем. Все, если мы скажем, я не согласен с негативностью. Если каждый день ты открыт или перед тобою не останавливается день за днем, все, что ты слышишь негативно, всегда оставит отпечаток на тебе. И оно создает одну очень страшную вещь. Привычка негативного мышления. И когда ты берешь эту привычку негативности, и ты это определяешь в контекст подростка, постоянно, который проходит через перемены, всегда, который проходит через эти неудобные разные ступени жизни, социальные перемены, их тело меняется. Это травматический опыт проходить через это. И когда ты добавляешь привычку негативного мышления, все, что они могут видеть, это самый худший исход для себя. В каждой ситуации. И это опускает всех. Оно приводит к самонедооценке. Злости. Люди социально парализованы. И влияет на то, как они имеют взаимоотношения с другими людьми. Где ниоткуда приходит недоверие. Постоянно недоверяя. Это негативное отношение. Потому когда Иисус пришел, Он говорил о любви. И оно насколько было странным и радикальным. То, что любовь, она забывает грех. Что всегда доверяет. И негативное мышление не только производит влияние на нашу практическую жизнь. Но также их хождение с Богом, их веру. Что мы можем с этим сделать? Номер один. Первое. Мы должны научить их, что эту привычку можно изменить. То же местописание, которое мы упомянули Коринфянам 10 глава. Мы имеем силу применить всякую мысль. И мы можем изменить, как мы подходим и каким образом мы размышляем. И следующее, что помогает, Это раскрыть для них то, что у них есть предназначение от Бога. То, что Бог сотворил их. То, что есть цель для них. Вы можете сказать, как это соединяется? Тебе не нужно быть христианином. Чтобы осознать то, что мы подвлиятельны от очень многих источников. Недавно много профессоров и социологов. Они выявили то, что надежда это то, что теряется в нашем обществе. Есть статья от профессора из Колумбии. Это люди, которые даже и не верят в Бога. Но они обеспокоены тем, что они видят в обществе. Это даже заметно для людей, которые не являются верующими. То, что у людей нет позитивного взгляда на жизнь. И причина этого Не потому, что у людей нет просто позитивного настроения. Или они не оптимисты. Потому, что у них нет цели. Поразмышляйте следующим образом. Если вы не были бы верующими. Что дает вам надежду? У вас нет Бога. Вы ничего не знаете об Иисусе. Что вам дает надежду как человеку? А как весь остальной мир живет? Когда все насколько негативно. Люди находят предназначение. Цели. И эта цель помогает им проходить через многие вещи. И so hope isn't just an emotion. Надежда это не просто эмоция. It is something that is the state of your heart. Это состояние твоего сердца. A very easy example of what I'm talking about. Очень легкий и наглядный пример о том, что я говорю. Look at our country. Посмотрите на нашу страну. When our country was just started. Founded. Только началась наша страна. Цель нашей страны это была свобода религии. Бог. Люди проходили через голод, войну, смерть. Пересекали очень опасный океан. Потому что у них была цель. Они встречались с каждой негативностью и проходили ее из-за цели. После войны в нашей стране. В 1860-м году. Бог и религия начали исчезать как национальный символ. И вместо того пришла идея, что это Богом данная нация. Уникальная нация, чтобы давать свободу и спасать людей. Потому что люди без всяких проблем и шли на войну. Они встречались с самыми страшными моментами, потому что у них было предназначение. Оно дает намного глубже состояние надежды, чем просто оптимизм. Поразмышляйте о сегодня. В 60-х нашей стране. Это наше общество, которое влияет на наших детей. Даже национализм перестал быть целью. Что стало целью, это просто услаждать себя. В 60-х это для чего люди начали жить. И вы можете это увидеть. Никто не заботится о стране. Одна из главных целей, для которой большинство людей живут сегодня. Это просто наслаждение. И в 60-х это было Евангелием для людей. Выкинь все, чтобы ты был счастливым. Но проблема с такой целью. Ты никогда не можешь сам себя сделать счастливым. И в 30-40 лет вот этого. Просто поглощение. Оно оставило отпечаток на людях. И негативность. Что ты делаешь, когда ты пробуешь все, чтобы быть счастливым. И оно не срабатывает. И нет большего, лучшего предназначения цели в твоей жизни. И потому самое наибольшее, что мы можем дать своим детям. Это не религию Божью. Но предназначение, цель и отношение с Богом. Когда они знают, что они были созданы для цели. Не просто один раз, но постоянно им напоминают. Это формирует, каким образом они смотрят на жизнь. Как они справляются со всеми негативными моментами, которые происходят в их жизни. Это один из путей, которыми мы можем сражаться. У нас еще несколько, двое. Я думаю, это что-то, что каждый из вас может согласиться с этим. Я хочу прочитать высказывание, но оно будет переведено. Когда мы забираем от человека его традиционный образ жизни. Его традиции, его привычки, религию. Нам нужно быть удостоверенным в том, чтобы это заменить чем-то, что является ценностью. Это не христианский профессор, который это написал. Он сказал, мы очень, насколько сильно стали делать хорошо. Разбирая все старое и старые истории. Но когда это приходит к тому, чтобы создавать что-то новое. Нет успеха. Почему я постоянно упоминаю неверующие профессоры? Как христиане, для нас это самые простые основы. Мы чувствительны. Но когда люди уже вне церкви видят это. Вы понимаете, какое это влияние на людей в обществе. Когда вы смотрите на эти фразы, которые я только зачитал. Теперь есть традиция, которая устанавливается в нашем обществе. Выкинуть все старое. Разрушить все старые традиции. Всю старую власть разрушить. Родители. Образ мышления. Эти старые религии. Они ничего не понимают. Убрать классическую мысль. Это уже вне времени. И ты видишь это все. Презрение к власти, к полицейским. И что-то производит в ребенке. Когда постоянно их бомбят этим посланием. И просто говорит, не доверяй никому. Каждая власть, она просто будет брать верх над тобой. Каждая старая традиция, она будет ранить тебя и будет забирать у тебя счастье. Но на самом деле, что это делает? Оно изолирует наших детей. Изолирует от тех же самых вещей, в которых они нуждаются, чтобы расти. Их корни. Их родители, их семьи. Все, что мы собрали в течение истории. И после того, когда ты сам, и ты никому не доверяешь. Это не просто открытое бунтарство. Это сомнение, которое появляется в твоем разуме. Ко всему. Это ключевое слово, на котором я хочу сегодня сфокусироваться. Это сомнение. Как мы учим наших детей справляться с сомнениями? Общество, оно внедряет сомнение во все. Как сражаться с этим? Ты не можешь быть там, в разуме своего ребенка. Ты не можешь быть там, чтобы поймать каждую мелочь. Это вот следующее. Каким образом мы справляемся с тем, когда оно представляется перед нами? Это очень похожее к нашей первой части проповеди. Это коммуникация. Я помню, когда я рос и имел сомнения. Когда я познакомился с Иисусом. Были моменты, которыми я был научен в течение всей моей жизни. Слышал в церкви, слышал в моей семье. И когда я начал для себя читать Библию. Я увидел, что это не было в Библии. Определенные какие-то традиции, которые были до Божества вознесены, что они были насколько важны. И когда у меня были эти мысли, я начал принимать сомнения. И я просто благодарен Богу за своего отца. Моего отца. Я пришел к нему и поделился своими сомнениями. И он не закрыл меня, не остановил. Он не хотел просто это все объяснить каким-то образом. Он был открыт, чтобы поговорить о наших традициях. Чтобы посмотреть на религию и также на Писание вместе. Он мог просто остановить меня. Он мог меня просто называть богохульником. Он мог мне просто сказать, слушай, проигнорируй, не обращай на это внимания. А что происходит с сомнением, когда ты игнорируешь? Оно растет. И потом оно намного хуже. И теряешь доверие. Если мой отец бы просто меня оттолкнул. Он потерял бы быть верным источником в моей жизни, быть голосом. Я бы не смог бы ему доверять. И так, первое, как мы справляемся с тем, когда дети приходят к нам с сомнением. Мы не должны оперировать из страха. Или шока. Или осудить. У нас должна быть беседа. Мы должны вместе посмотреть в Писание. Это процесс. Это процесс, который изменяет из сомнения в веру. Оно имеет дело с сомнением, вместо того, чтобы просто отодвигать. Я знаю, что кто-то из вас скажет, ты сегодня очень много преподавал философии. И многие сегодня после служения подают и скажут, почему ты смотришь на психологов? Я думаю, что психология и Дух Святой работают вместе. Не во всем. Но если ты смотришь на Писание, То, что делает, производит Дух Святой внутри нас. Он изменяет образ нашего мышления. Посмотрите на все Писания, которые говорят о работе Духа Святого Иисуса внутри нас. И классическое местописание Римлянам 12, 2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. И Колоссянам 1, 9-10. Поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога. Сколько из того, что мы услышали из этого Писания, Это Дух Божий изменяет образ нашего мышления, понимания. Они объединены. Главная вещь Это не перепутать, кто идет первым. Всегда будет родитель, который придет и скажет, я все попробовал. Я прочитал всякие книги. Я посещал разных психологов. Даже к христианским психологам. Ничего не работает. Мои друзья, вы никогда не можете заменить Дух Святой. Кто-то может сказать аминь. Вы знаете, что сегодня мы празднуем День Пятидесятницы? Сегодня мы празднуем День Пятидесятницы. Бог дал нам что-то, что ты не можешь описать словами. И даже в Писании, которое мы только прочитали, говорится о молитве. И Павел молится об этой церкви. Чтобы образ их мышления, чтобы Дух Святой произвел влияние на их мышление. И это изменено, трансформированное мышление. И это обновление ума в Римлянам 12. Создает, производит жизнь, достойную Бога. И это угождает Богу всяким образом. И приносит плод в каждом добром деле. Практическая перемена в жизни. Все, что я сегодня сказал. Самый главный инструмент, который у нас есть. Это молитва. Это самое тяжелое, что мы можем делать как родители. Очень часто у нас есть искушение просто сами справляться. Моменты позитивные, которые я имел в своей жизни, которые я упомянул сегодня. Ты только можешь увидеть мудрость Божью, которая в работе. Если Бог не дал мудрости моему отцу построить взаимоотношения. У нас не было бы отношений, которые мы имеем сейчас. Мы должны молиться за наших детей. И это тяжело, это делать заново и заново. Это война, которая иногда длится всю жизнь. Но то, что мы говорим сегодня Бог на нашей стороне У него вся сила У него есть для нас чертежи, кто мы, мы его дети У него есть чертежи для всего общества, как оно должно работать Он знает все эти влияния Он не просто дал нам дусть, чтобы наблюдать Понаблюдать, как мы проходим через жизнь Но это идти с нами Снаряжать нас Давая нам дары, в которых мы нуждаемся Чтобы встречаться с жизнью, такая, как она есть Можем мы подняться для молитвы Бог, мы приходим перед Тобой сегодня Мы хотим почтить Тебя и поблагодарить Легко смотреть на всю негативность, которая нас окружает Легко видеть, Господь, все влияния, с которыми соприкасаются наши дети Но я молюсь, Господь, что наши глаза не обострились Но я молюсь, Господь, что наши глаза не обострились Но мы научились смотреть вверх Научить нас Быть осознанными того, что происходит Но держать наш взгляд на Тебе Ты есть тот, откуда приходит помощь наша Я молюсь, Господь, за родителей в этом месте Это не просто проповедь для них Это не просто информация, которую они изучают Это тяжелый путь, который они проходят Те родители, у которых есть дети Которые отступили от Тебя Которые отступили от Тебя То, что Ты даруешь силу в каждой сердце И откровение, что Твой Дух там И если есть кто-то, кто любит этих детей И сделает все, чтобы достичь их Потому что Ты их создал И они цены в Твоих глазах Я молюсь, Господь, ободри каждого родителя Я молюсь, Господь, ободри каждого родителя Я молюсь, каждого подростка в этой комнате Господь, что они проходят, насколько трудно И родители не могут от всего их защитить Я молюсь, чтобы Ты открылся Сам Я молюсь, чтобы у них была вера в Тебя Чтобы они могли надеяться на Тебя Even in the hardest times Самые трудные времена Чтобы они управлялись Твоей истиной By Your love and grace And by the revelation of Your Spirit, God Господь, я молюсь, благослови нас как церковь Помоги нам, Господь, чтобы быть примером Сколько много прекрасных семей здесь Помоги им, Господь, поддерживать других людей И продолжать быть примером Помоги всем нам быть примером в нашем городе И показать, что есть другой путь Нет разницы от того, что происходит в обществе У тебя есть план, и ты употребляешь своих детей исполнить его Мы прославляем Тебя, Иисус Мы прославляем Тебя, Иисус И почитаем И любим Тебя, Иисус Благодать Господа нашего, Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Со всеми нами Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok